Когда Иоанн Креститель проповедовал, он говорил, приблизилось в Царство Небесное, все хотели, что, туда войти. И он говорит, ребята, вы входите туда, но не совсем тем способом. Это не зависит от ваших плотских усилий и подвязаний. Ни в коем случае, я не хочу сказать, что все проповеди, которые звучали на эту тему, неправильные. Они правильные. И не говорят о том, что верующие люди должны совершать определенный труд, должны совершать определенные усилия для того, чтобы пребывать в Царстве Божьем. Они должны прилагать усилия для того, чтобы оставаться в этом Царстве в конечном итоге, войти в Царство Божие, которое на небе. Войти в Небесное Иерушалай. Мы должны это делать. Страхи и трепети совершают свое спасение. Поэтому эти все проповеди, они абсолютно корректны. Если речь идет об этом. Но вхождение в это Царство, как акт спасения, не требует усилия от человека. Требует его веры. Разница понятна, да? Если мы говорим о вхождении в Царство, то усилий мы не предпринимали. Мы просто поверили и в него вошли. Но дальше начинается труд, который мы должны совершать, изменяя свою душу. Понятно, да? И когда он говорит с Никодимом, Никодим, очевидно, не понимает некоторых духовных принципов, хотя должен их был понимать и знать. Принципов он должен был понимать из этого разговора. Если коротко. Надлежит вам родиться свыше. То есть в тонах, да, мы это можем увидеть из тонах о рождении свыше. Правильно я понимаю? Мои хорошие, смотрите. Есть некоторые вещи, которые знали евреи, которые, по идее, должны быть им открытыми. И, к примеру, большинство людей, которые сегодня смотрят на завет Синаев, они не понимают смысл этого, того, что там происходило. Откроем послание к римлянам, знаменитую, девятую, как вы догадались. Нас будет интересовать 30 стих. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность. Праведность от чего? От веры. А, кажется, праведность, она происходит от веры. А Израиль, искавший закон о праведности, не достиг до закона праведности. Простите, я чего-то не помню. Они искали закон? Нет, они искали закон о праведности. Я прошу прощения. Написано, что они искали закон о праведности. Нас интересует, какой закон они искали. Еще раз. Закон был дан как данность. Как подарок. Они его искали? Они именно что, вышли из Египта и говорят, где бы нам вот это вот найти? Идут именно и ищут. Нет, их вывели, привели и сказали, вот вам. Получите, принимайте. Согласны? Тебе говорят, все, согласны, никаких проблем. Все, что сказали, все сделали, тогда поймем. Или тогда услышим. На асэ ванишма. Так, понятно, да? Они что-то искали? А здесь чего написано? Искали. Вопрос из задачника. Чего искали и зачем? Может быть. Зачем искали? Еще раз. Меня интересует. Зачем его искать, если уже дан закон, исполняя который, люди имеют, что? Правильность. Зачем? Они думают. А вы так не думаете? Вы уверены? Вы уверены, что вы так не думаете? Вы уверены, да? Уже до вроде бы. Скажите мне, пожалуйста, вы каждое утро молитесь? Отлично, спасибо. Спасибо за вашу честность, искренность. Это нас интересует. Наша честность. Скажите, пожалуйста, а когда вы помолились, как вы себя чувствуете? Хорошо? Тогда по каким-то причинам у вас не получилось это делать. Как вы чувствуете? Или так же хорошо, когда помолились? Не так хорошо. Это достаточно определенно. И вот вы, к примеру, утром помолились. День прошел хорошо. Вы совершили много хороших дел, дницы. И приходите вечером к Богу в молитве. Хорошо вам? Легко приходить? Отлично. Второй день. У вас не получилось помолиться. Ну, так получилось. И день прошел не очень. Ну, вы были слегка раздражены, с кем-то конфликтовали, ну, что-то случилось. А вечером вы становитесь на молитве. И так же себя хорошо чувствуете? Как когда вы помолились, и хорошо прошел день, и сделаем много дней. Ощущения у вас одинаковые? То есть, абсолютно одинаковые. Помолились и провели день хорошо, не помолились и провели день плохо. Приходите вечером, становитесь на молитву, и одинаковые. Я спрашиваю перед. Я не спрашиваю, что потом произошло. Я не спрашиваю, как простекала ваша молитва. Я спрашиваю, ваше ощущение, когда вы становитесь на молитву. Слушайте внимательно. Одинаковые? Меня не интересует 28 вариаций на тему. Меня интересует простой вопрос. Меня сейчас не интересует, как вы провели отличное утро, вот так вот день, а вечером вам тяжело молиться. Меня это не интересует сейчас. меня интересует. Вот был день, который начал с молитвы. Был день, в котором молитва отсутствовала. мы сравниваем два дня. Был день, где были митвы. Много их было. И в этот же день, соседний, не было этого. Меня интересует ваше ощущение. Вот после этого дня, когда вы стали на молитву, и этого дня, когда вы стали, вы одинаково хорошо себя чувствуете или нет? Нет, все же, я же простые вещи спрашиваю. Что же можно? Я могу вас, конечно, мучить. Зачем вы мучаете меня? Я же задаю простой вопрос. Одинаково вы себя чувствуете или нет? Ну, это же очевидные вещи. Или у вас это одинаково? Хорошо. Вот это нам и надо. Вот это мы же долго сражались с вами, для того, чтобы вам сказать, вы ничем не отличаетесь от евреев, о которых вы только что читали. потому что, когда вы живете с вашей точки зрения праведной жизнью, вам легче приходить к Богу. А основание для вашего прихода на самом деле в жертве Ишуа, а не в ваших делах. А основание вашего прихода – это жертва, которую он принес, а не ваши дела. А когда основание нашего прихода – это наши дела, то мы с течением времени будем понимать, что дел-то недостаточно. Дел недостаточно. Я вчера сделал на одну митцу меньше, чем сегодня, поэтому завтра мне надо сделать на две больше. И я вчера молился полчаса, а сегодня 25 минут. Значит, завтра мне надо молиться 35, а лучше 40. Мы начинаем подходить к Богу на основании наших дел. И здесь говорится, что они искали, не верили. Мы ищем иногда точно там же. Поэтому легко, говорят, ну понятное дело, что с них взять, с тех евреев. Они были не в курсе того, что такое вера. Но мы иногда точно так же не в курсе, что такое вера. И приходим к нему на основании наших дел. Понятно? Откуда это все? Там достаточно подробно это все расписано, мои хорошие. Почему? Потому что искали неверие в делах закона, ибо преткнулись о камень преткновения. Как написано, вот полагаю на сегодня камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится. Братья, желание сердца моего молитвы Бога об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Богу. И имеют такие, но не по рассуждению. Ревность имеют, но ревность имеют, не рассуждая. Ибо не разумеют праведности Божьей усиливать, подставить собственную праведность. Они не покорились праведности Божьей, потому что конец закона Христоса, лица из закона Христос, к праведности всякого верующего. К праведности всякого верующего. Они не понимали принципа веры, но хорошо понимали принцип дел. До сегодняшнего дня мы точно так же плохо понимаем принцип веры и хорошо понимаем принцип дел. Когда приходят люди в наши общины, в наши церкви, они чаще всего говорят, послушайте, что мне делать? Что мне делать? Вы мне скажите. Вот все, утром мы им говорим. Ну, честно, надо же им сказать, что они должны что делать? Верить. Из веры должны проистекать дела. Но люди говорят, послушай, давай, вера это как-то размыто. Вы мне конкретно скажите. Это, 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 это. Что мне было понятно? Что вот это вот вы размазываете кашу по тарелке? Вера. Вы мне конкретно скажите. Что делать? Принцип дел понятен очень легко и просто. Нам легко, когда мы придем к кому-то и кто-то скажет мне, что мне делать. Так мне легко. А когда мне говорят, послушай, ты должен читать Писание и жить жизнью веры? Не понимаю. Понятно, да? О чем же идет речь? Принцип веры был открыт для евреев в том законе. Но они его, что? Не поняли. Имели ревность? Имели. Делали дела? Делали. Но не понимали. Но не понимали. И когда он приходит и говорит, ребята, да вы классные, вы хорошие, вы делаете, но не всегда то, что надо. А то, что надо, вы не делаете. Проблема. Вам нужно понять, о чем идет речь. Можете делать то, что вы делали, но при этом главное, чтобы вы видели, что главное. Главное – это вера. А вы подумали на каком-то этапе, что главное – это дела. И подумав, что главное – это дела, оставили в стороне суд милости веру. Акценты сместились. Мне говорят, теперь надо все привести в правильный порядок, который вам и был тогда на горе Синай. Закон добрых ров. Понятно, да? Не понимая некоторых принципов, открытых для нас в Синайском законе, мы сосредотачиваемся на внешних вещах, которые тогда делались, на жертвах, на внешней части, не понимая истины, которая открывалась. Забывая о том, что жертва без веры – это пустая трата времени. Но мы сосредоточены в Израиле на жертвах, забывая о том, что не имели определенную веру. Дела веры. Почитайте. Это место писания. Приводится еще хороший пример. Вы помните, где это написано? Вы помните, где это написано? Не совсем. Не совсем. Не совсем. Вторая глава послания Якова. 17 стих. Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но кто скажет, кто не будет, что ты имеешь веру, а имею дела, покажи мне веру твою из дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера бы сделала мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, позвожив на жертвенник Исхака, сына своего? Какое дело веры? Понятно, да? То есть, есть два веры? Да, послушание, это дело веры. Потому что, переворачивайте страничку, тут есть первое соборное послание святого апостола Петра, которое говорит вам, избранный, Петр, апостол Иисуса Христа, пришельца в Россию, на фонде Гаватии, Каппадокии, Асии и Вифии. Избранный. Избранный это к вам? Вы избранный, да? По предведению Бога Отца, по освящению Духа Святого. К чему вы призваны? К послужанию. Что такое вера? Послушание. Вы призваны к послушанию и краплению крови. Если вы послушны, то вы делаете дела веры. Вера. Ну, что же достаточно просто. Пример приведем. Недалеко надо было листать, да? Оказывается, эти два места, они достаточно рядом. Да, совершенно. Может, вы попробуете открыть симфонию, посмотреть места и тогда вопрос подходит. Может, вы не будете прибегать ко мне, как к симфонии, а сами попользуйтесь ей? Спасибо. Спасибо. Да? Если у вас вопросы, где это написано, проведите поточнее местописание, вы сначала попробуйте попользоваться симфонией, если не получится, тогда обратите. Скажу? Хорошо? Да. Извините, вопрос не по адресу, и не в темноте. Давайте вопросы в рамках того, о чем мы обсуждали. Хорошо? Что осталось непонятным? Там, в разговоре Никодима с Ешуа, Ешуа говорил о духовных принципах и о принципах веры, вхождения в Царство Небесное. И это имелось в виду, что это должен был понимать Никодим. Правильно? Смотрите, еще раз возвращаясь к разговору с Никодимом. Понятно, что они разговаривали на разные темы. Понятно, да? Никодим был сосредоточен на вещах, в принципе, приземленных, но упустил из внимания принцип духовный. Когда мы приводим в Писание другое, о том, что Матвея написано, усилием берется, опять упущен принцип чего? Веры духовной. Когда мы смотрим в 9 главу послания к римлянам, на чем были сосредоточены евреи? Опять на делах и упускали принцип какой? Веры. Если мы посмотрим в Матвея 23.23. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что даете десяти, но смяты они с айтмины и оставили важнейшие в законе суд, милости, веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Он говорит, слушайте, проблема в том, что вы оставили важнейшее в законе. Суд, милости, веру. То, что вы делаете, хорошо, но вы оставили что? Важнейшее в законе. Поняли ли они неправильно смысл, что является важнейшим в законе? Нет. Когда мы читаем римлянам 10 главу, свидетельствуют, что имеют ревность по Богу, но не по рассуждению, ибо не разумеют праведности Божией усилиться поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Покориться праведности Божией. Послушайте, для многих людей это была проблема, и мы будем говорить сейчас о том, что произошло в Галактии. Та же самая проблема. Они не понимали праведности Божией от веры. Они говорили, слушайте, ребята, все правильно, только еще немного надо сделать. Брить не надо. Вот все хорошо, но это Евангелие, оно не полное, без дел. Вам нужно стать под закон Моисея. Они не поняли праведности Божьей. С ней тяжело смириться, ее тяжело понять, потому что, когда я подвязался, когда я делал что-то много лет, тут кто-то пришел раз, и он такой же, как и я. Подожди, тебе надо прожить мой путь, пройти через мои трудности, через мои страдания, тогда мы будем уже, ну, как бы, наравнее. А Бог говорит, нет, я не понял. на самом деле что? На самом деле он такой же. Так подожди, это же не честно. Это же не честно. Или честно? правильный ответ Иисус. Послушайте, когда вы что-то говорите, вы должны понимать, как корреспондируется то, вместо писания, которого вы приводите, с тем, о чем идет речь. Ну, просто на всякий случай. А я не понимаю. Вот тут, вот есть ряд людей, и я в том числе, которые не понимают, каким образом корреспондируется то, о чем я говорю, с тем, о чем вы говорите. Матвей, 20-я глава. И в Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано, поутру нанять работников виноградник свой, договорившись с работниками, по динарию на день послал их виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других стоящих на площади праздников. И сказал им, идите и вы виноградник мой, что следовать будут, дам вам. Они пошли. Опять выйдя около шестого, девятого, сделал тоже. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других стоящих праздников. Говорит им, что вы стоите здесь целый день праздников? Они говорят ему, никто нас не нанял. Он говорит им, идите и вы виноградник мой, что следовать будет, получите. Тогда же наступил вечер, говорит господин виноградников, управителю своему, позови работников и отдая им плату. Начал с последних до первых. И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что он получит больше. Получили они по динарию. И получив, стали роптать на хозяина дома. И говорили, эти последние работали единый час, а ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Послушайте, о ком идет речь? Зачастую о нас с вами. И он говорит, это несправедливо. Это несправедливо. Сколько дней, сколько часов во дне? Повторяю вопрос, сколько часов во дне? Спасибо. 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 Понятно, да? Что он говорит? Ему царство небесное подобно хозяину дома, который же вышел рано по утру нанять работников. Когда? В шесть утра. Выйдя около третьего часа. Он нанимает других. Да? Сказал им, идите. Выйдя опять около шестого часа и девятого. Шестого это когда у нас уже? И девятого? А одиннадцать? Первый проработали с кохом? А последний? И он дает им, всем. Они говорят, послушай, мы тут немного не поняли. Это что, справедливо? Справедливо? Слушайте, а для кого это? Вообще, я прошу прощения, а для собачки тогда это? Или для кого это написано? Что значит для человека? О ком мы вообще говорим? Мы говорим о людях или нет? Ну так я спрашиваю, это справедливо или нет? Но на самом деле это справедливо. Я прошу прощения, вы не поверите, я другого мнения иметь не могу. Я же человек. Какое же у меня может быть мнение? Человеческое, ну о чем мы тогда говорим? Я же не кошечка, не собачка, не птичка. У меня мнение может быть только человеческое. Я понимаю, что закричал, а она не человеческими волосами. Собакам, в смысле. Понятно, о чем люди? Я спрашиваю простые вещи. Послушайте, приземлитесь на землю. Приземлитесь на землю. И скажите мне, пожалуйста, если вы отпахали 12 часов, а я пришел рядом с вами, за час получил точно такую же плату, вы будете считать, что все правильно? Ну а что мы тогда? Ну меня интересует всегда, ну чего, когда мы читаем Писание, у нас что-то с головой случается. Мы как-то вот, ну пытаемся объяснить, что оно, ну как бы, не совсем белое. Как бы должно быть, по идее, рядом. Ну вот, ну да, конечно, ну оно вот так, потому что вот это. Потому что мы же верующие. Послушайте, нормальные ребята, нормально отпахали 12 часов, стали получать деньги и получают наравне с теми же, сколько... Они говорят, послушай, я не понял, почему ты поступаешь со мной так. И это то, с чего все началось. Я вам сказал, послушайте, мы как верующие иногда не понимаем праведности Божьей. праведности, которые исходят от веры, потому что основываемся на делах. И здесь речь идет не о работниках, а о господине. Здесь идет не о работниках, а о господине. И говорить, ну, слушай, я не претендую на то, что я поступаю справедливым. Я добрый. Здесь идет речь не о справедливости, а о доброте. Он говорит, я волен в своем поступать так, как я считаю нужным. Какие проблемы? Я захотел так поступить. Неужели я не имею права поступать в своем так, как я хочу? Эти последние работали один час. Так они же работали один час. И ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Он говорит в ответ одному из них, друг, я не обижаю тебя, не задинаю ли ты, договорился со мной. Возьми свое и пойди. Я хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Я, говорит, хочу так. Я не говорю, что это правильно, я не говорю, что это справедливо, я говорю о том, что я так хочу. Мы пытаемся, ну, придумать что-то для того, чтобы оправдать действия господина. Он не считает себя оправданным. Он не считает нужным как-то объяснять, оправдывать, чем он мотивировался, что он имел в виду, что на самом деле это справедливо, хотя вам кажется, это не справедливо. Он вообще этим не занимается. Он говорит, послушай, я тебя не обижаю. Я с тобой договорился и дал тебе то, о чем мы договорились, какие вопросы. И он говорит, я, разве я не властен в своем делать, что хочу? Он говорит, я властен делать, что я хочу. И на глаз твой зависли от того, что я добр? Он говорит, я просто добр. Я просто захотел явить свою милость, свою доброту к этому. А у тебя с твоими глазами что-то из-за этого случилось? Понятно или нет? И дальше он добавляет, так будет, так будут последние первыми и перво-последними. Он говорит, так будет. И завтра может быть призваны люди в его царство, которые войдут с него впереди меня и так будет. Несмотря на то, сколько я лет верующий, несмотря на то, сколько я в служении, буду так, что последние станут первыми. И говорит, какие проблемы с этим? Да никакие. Так будет. Почему? Так они же меньше, чем я. Да, но он кто? Он добрый. И если он так захотел, он говорит, какая с этим проблема? Я так захотел? Я, говорит, что не властен поступать в своем, так как я хочу. Опять принцип. И он объясняет, вы не поверите евреям этот принцип. Евреи, которые основывались к тому времени в большей своей части на делах. Говорит, а я добрый. Я смотрю на веру. дайте микрофон, пожалуйста. Можем ли мы сказать о том, что, в общем-то, вот такая мысль о том, что речь, которую, ну, идет, идет, о чем идет речь? Иисус, он ссылался на Иезекииля 36 главу. Мы где сейчас находимся? Иоанна 3. А, окей. Пятый стих. Да, то есть, когда он говорил к Никодиму, он имеет в виду о том, что, послушай, ты же должен помнить о том, что кроме физического рождения должно произойти нечто. Ты должен, должно прийти рождение в духе. Да, если мы посмотрим вообще контекст третьей главы, то дальше он ссылается о том, что там вот придет сын человеческий, потому что так Бог сильно возлюбил мир, и он пришел не погубить, и так далее, и так далее, и так далее. Возможно ли, что Иешуя имеет в виду вот под этим разговором или как бы обращение о том, что ты, учитель Израиля, Иешуя не в курсе, что когда придет Машиех, то у Израиля должен измениться дух, сердце его должно поменяться? Может быть? Но явно, что он имеет в виду духовные принципы и физические. Ну, безусловно. А явно, что Никодим говорит о физических принципах и о духовных. Речь идет о разных вещах. Это понятно. Вот это как бы основная 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 момент, почему Иешуя говорит, что ты чего не понимал Никодим, он не понимал вопросов, ну, связанных с духовными вопросами. Но Иешуя, я думаю, что он ссылался на Иезекииля. Какой был? Да, 36-ю, 26-й стих, ну, как бы известный. Можно подумать еще, допустим, о параллели с полем мертвых костей. И дал вам сердце новое, и дух новый дал вам и возьмут. Да, можно поговорить еще о поле с костями, в принципе. Когда дух вдохнул в мертвое, и они ожили, и когда был новый Израиль, который там служил перед Богом. с новым Израильом я бы не служил. Да, рожденный из костей. Итак, смотрите, о чем идет речь? Речь идет, как бы, у нас нету цели и задачи сейчас разобрать третью главу Иважное от Иоанна и разговор с Николем. У нас был вопрос по рождению свыше. Я просто напоминаю, откуда мы стартанули и куда мы ушли. То есть, мы зацепили случайно вопрос рождения свыше. Возник вопрос по поводу разговора с Никодимом, и я отвечал на этот вопрос. Какое он имеет отношение к вопросу рождения свыше. Понятно, да? Мы заодно зацепили вопрос непонимания евреев некоторых принципов веры и сосредоточенность их, равно, как и нас до сегодняшнего дня, на физическом исполнении каких-то действий. Забывая о праведности, которая приходит от веры. И мы будем говорить, почему я так это сделал и почему я потратил настолько много вашего драгоценного времени, потому что я сказал, ребята, нам это нужно будет при разборе книги Галатом, потому что там речь шла о том же самом. Когда Павел приходит на Галатом, он проповедует им Евангелие спасения через веру, через некоторое время, короткое достаточно, появляются ребята, которые говорят, послушайте, это не все Евангелие, еще надо немножечко ел. Понятно, да? Поэтому, в общем-то, мы, разбираясь с этим вопросом, затронули достаточно большое местописание и смотрели на них с различных сторон. Почему? Потому что нас интересовал аспект спасения через веру. Понятно, да? Понятно, да? Аспект спасения через веру невероятный. Невероятный. Почему в него так трудно поверить? Потому что здесь от нас ничего не зависит. Ничего не требуется. Ну как? Ну я же должен приложить к этому еще что-то. Я же должен прибавить сюда. И евреи, они имели ревность по Богу и прибавляли. В общем-то, неплохо делали. Но при этом они теряли фокус. Точно так же сегодня, как мы разбирали, мы можем терять этот фокус, смещаясь потихоньку на наши дела. Я это делал для того, чтобы показать, что мы сегодняшние верующие Нового Завета ничуть не отличаемся от тех евреев, которые жили в Тадо. Все нормально. Потому что бытует какое-то странное мнение. Они были плохие, они ничего не понимали, они только там приносили кровавые жертвы, все с ними было плохо, с нами все, вот так вот. Но мы такие же человеки, мы ничуть не лучшие. Бог, Он ввел нас в новое, Он заключил с нами и вступил заветно в новых основаниях, в лучших основаниях, но это не говорит о том, что мы лучшие. Разница, да? Это не говорит о нашем качестве, мы по-прежнему люди, человеки. Понятно, да? То есть все осталось на местах. Мы по-прежнему люди. И у нас по-прежнему те же самые проблемы. Нам тяжело иногда бывает верить. Нам проще основываться на своих делах. Понятно, о чем мы говорим? Понятно? Поэтому Никодим был хорошим. Евреи были хорошими. даже те, которые жили во время Сенайского Завета. Они были хорошими, они не были плохими. Просто они не все понимали. Равно, как и мы сегодня не все понимаем. Мы понимаем неизмеримо больше. Нам открыто неизмеримо больше. мы живем потому что в Новом Завете. И то, о чем они могли только догадываться, на самом деле, для нас это является базовым стартовым условием. Они мечтали, они представляли, они думали о том, когда и как исполнится пророчество и не подозревали, что вот они на их глазах исполнились. для них это было удивительно. Но мы спустя 2000 лет, конечно, нам легко, потому что мы видим уже дело его смерти, дело его воскресения, оно открыто нам сверхъестественным образом, через откровение Духа Святого, и мы легко, а тем ребятам было нелегко. Точно так же сегодня нам нелегко размышлять над вопросами эсхотологии. Существует масса мнений, на одни и те же вопросы в различных динаминациях, в одних и тех же церквях масса мнений на вопросы касаемые эсхотологией, масса вероучений, теорий. Почему? Потому что это вопросы будущего. Понятно, да? И те люди, которые будут жить после тех событий, скажут, так что ж тут было непонятного? Все же ясно, смотрите, как все просто произошло, вот он пришел в Магестане на Еленскую гору, вот вода потекла, так что ж тут было непонятно, о чем здесь было спорить? Понятно, да? Те ребята, они еще чего-то не знали, потому что события еще не произошли. Мы знаем неизмеримо больше, потому что события уже прошли. Понятно, да? Так что евреи были хорошие, любители. Все, тогда мы прерываемся до того, да? Ну, Ну, да? Продолжение следует...